Урок мужества прошел в Кингисепской третьей школе. Сразу в несколько классов пригласили десанты бывалых людей, которые не понаслышке знают, что такое военное время. Вот в кабинет входит участник Великой Отечественной, полковник авиации Владимир Ленин. Ребят приветствуют далеко не гражданским «здравия желаю», так, как привык за годы службы. Вспоминает, как защищал родное небо от немецких самолетов. В другом классе председатель комиссии по военно-патриотическому воспитанию рассказывает, как наши бойцы доказывали немцам, что дух русских сломить невозможно. И вот решили организовать этот подборный мяч. Он состоялся 31 мая 42-го года. А где взять футболистов? Вот было дано задание капитану команды «Динамо» собрать, где можно футболистов. Откуда их собирали? Собирали с фронта, отпускали. И несмотря на голод и изможденность, невероятную усталость показали врагу, что голыми руками их не возьмешь. Разозленные немцы тогда начали бомбить стадион. В актовом зале моряк-капитан 2-го ранга Георгий Петрович Акимов вспоминает, как учился танцем в Тбилисском Нахимовском училище, как изучал аж 28 дисциплин в курсантские годы, и как потом в его жизнь пришла война. В 41-м году началась война. Я хорошо это помню. В деревне я тогда жил. Ночью проснулись мы от взрывов. Полетели стекла в окнах. В школе, где я учился, немцы бомбили госпитали. Каждый из ветеранов рассказал о войне в целом и свою историю в частности. Подобные есть в каждой семье. И чтобы они подольше не забывались, Георгий Петрович, например, предложил каждому школьнику в очередной раз в этом году встать в общий строй бессмертного полка и пронести по улицам города портреты воинов-победителей. Редактор субтитров А.Семкин